Сегодня нашей любимой союзе три чека. Это старший национальный директор, его вручает Марьян Умарова, потому что это твой любимый наставник, поэтому человек, который привел тебя в компанию. Второй чек, это международный директор, и его вручает Мамбуда Нажмединова, потому что это человек, который первая тебе помогла в твоем бизнесе, и вы вместе начали развивать структуру. Ну и третий чек, мой, тут старший международный, что-то у меня это. Старший международный, это Мария Холодян, которая была с тобой рядом, когда ты переехала в Россию, и вы вместе с ней очень много работали, она тебе помогала. Ну и из компании «Чех Паркер» вручает Иван Дулкиен. «Чех Паркер» вручает Иван Дулкиен. Давай я передам, заимки, внимание будет, а мы заимки переместим, если дорогая. Саида, и теперь уже по доброй кондиции. В 26-м году какое звание будет? Старший партнер. Вы все слышали? Пусть так оно и будет. Саида, дорогая, мы очень ждем от тебя слова. Ты потому что, я знаю, что хотела это сказать нашей конференции, людям, которые здесь присутствуют. И это очень важно для нас всех. Мы еще раз тебя поздравляем и ждем. Спасибо огромное. Идем мы тебя выберем за сценой. АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый вечер, страна Фаберлик. АПЛОДИСМЕНТЫ Обращение к тем, кто только начинает свой путь в компанию Фаберлик. Я расскажу вам о том, о чем будут говорить вам окружающие вас люди. Они будут говорить вам, это пирамида. Ты попал совсем не туда, куда нужна. Они скажут, что у людей нет денег. Они будут говорить, что вы слишком молоде и не слишком старе для этого бизнеса. Когда вы будете приглашать их в свою команду, они ответят вам. Посмотрим, сколько ты зарабатываешь. А потом, или подумаем. Сейчас не то время будут ведеть они. Ты не сможешь заниматься этим бизнесом. Они скажут, что дочка их сотрудница ничего не зарабатывала в Фаберлик. Это жульничество. Они будут говорить вам, что вам надо устроиться на нормальную работу. Эту продукцию сложно продавать. Именно бизнесом можно заниматься в другом стране. Но толка не у нас. Именно так они будут говорить вам изо дня в день. Итак, они точно знают, как мы должны жить, чем нам заниматься, сколько нам зарабатывать. Они — это не только ваши соседи, родственники, друзья и прочие доброжелатели. Они — это еще мысли в вашем голове, которые притаились к подсознанию, как таракани на кухонном шкафу. Стоит выключить свет, как они белезут и начнут свою грязнюю беготню. По большому шоку у нас только два варианта, мои дорогие друзья. Плюнуть на этот бизнес, устроиться на нормальную работу с 8-0 до 17-0, как они. И жить в таких же квартирах, как у них. И отдыхать в таких же грядках, как они. Смотреть такие же сериали о красивой жизни, как они. Да-да, именно так и сделают 90% неуверенней людей, как они. А можно себе позволить жить не так, как они. Прихлопнуть этих тараканов, померли в вас счет много трудностей, но интересная работа. Работа над собой, над своими страхами и сомнениями. Над своими... Над своими... Над своими сомнениями, над своими характерами. Вас ждут сотни, а может быть, тысяча отказов. Но отказы сделают нас сильнее. И в один прекрасный день вы обнаружите в свою команду десятки, а затем сотни, а может быть, тысяча людей совсем не таких, как они. Эти люди из вашей команды назовут вас. Скажут вам, что вы умнее и талантливые. Скажут, что у нас великые, мудрые наставники. Они будут говорить всем, что у нас гордятся своим наставникам. Эти люди назовут вас лидером. Вы сможете, если прямо сейчас каждый из вас примет твердое решение. И скажут самому себе, я смогу. Я смогу не бить, как все. Поверить в себя. Изменить свою жизнь на сто процентов. И начать действовать. Собрать всю волю в кулак и не сдаваться на миле судьбы. Все богатые, великие люди заработали себе этот титул. Потому что они так же поднимались. Потому что каждую неудачу они оценивали. Как еще один шаг приближало их к цели. Не вставьте себе в рамки, мои дорогие, вид мини-фотографии. Поверьте в себя, поверьте в свой успех и начните действовать. Успех – это мост. К пути успеху нас ждет много трудностей, таков на жизни и путь. Будьте готовы к ним. В жизни встречаются многие трудности. Трудностей – это препятствия, преодоления, которыми придется приложить усилия. Спортсмены получили сотни расстраиваний. Но они не остановились на достигнутом. Важно помнить, что это лишь временное явление. Главное – не потеряйте веру в себя. Верьте в себя, если даже весь мир перестанет вас. Нет ничего невозможного для каждого из вас. На невозможное нужно чуть больше времени. Вы способны на все. Нет передела человеческим возможностям. Вы сильнее, вы могущественнее. Вы – великие люди. Я желаю вам не бежать от трудностей. Я желаю, чтобы трудности бежали от вас. И прямо сейчас повторите вместе со мной. Я – победитель. Я – великий человек. Я – чемпион. Для меня нет ничего невозможного. Я изменю свою жизнь. Я изменю ее кардинально. Я не сдамся на милицию в судьбе. Я не сдамся на милицию в судьбе. Я все смогу, я все сумею. Переживу, переболею. Перекатуюсь, перебьюсь. Но своего обязательно добьюсь. Не упаду, не утону. Из грязи вирусь я смогу. Перериву, перестрадаю. И вновь улимка засияет. Да, нелегко, не спорю, сложно. Но дальше жить вполне возможно. Мои друзья вперед в новую жизнь с таким денисом. Я желаю вам распить свои крылья перед своей мечтой. И начать увлекательные части поля в ясном мнении с великой капаной флаги. Что мешает вам развиваться в бизнесе? Нет времени, нет денег, нет мотивации, нет уверенности, нет веры, страх. А теперь давайте с этим разбираться подробно. Как часто вы говорите эти фразы? У меня нет времени на бизнес, вот когда его будет больше, тогда я начну его развивать активно. У меня нет денег, вот когда появится, тогда посмотрим. Нет у меня мотивации для действия, вот когда появится и так далее. Так лень, сегодня ничего не хочу, завтра это пройдет и так далее. Я не знаю, как рекрутировать, работать с командой, вот когда научусь и так далее. Я не до конца уверена, что у меня получится этот бизнес. У меня нет стопроцентной веры в себя, в компанию, в бизнес. А ведь это показывает наше отношение к бизнесу. Давайте приведем пример, и вы все поймете. Представьте, что у вас есть маленький ребенок, кому-то не надо представлять, он и так есть. Вы своей головой понимаете, что это ваше дитя. Вы несете за него 100% ответственность. Вы должны его купать, кармить, одевать, окружать заботой и вниманием, независимо ни от чего. Скажите, будете ли ли говорить когда-нибудь своему ребенку следующие фразы. Слушай, мой хороший, у меня нет денег, купи тебе покушать. Вот как через неделю появится, тогда покормлю. Слушай, у меня нет денег, слушай, мой хороший, сегодня мне лень тебя купать. Но обкакался, ничего страшного. Я обещаю, завтра точно тебя искупаю. У меня нет мотивации купить тебе памперсы, убирать за тобой, покормить тебя. Вот когда появится, тогда посмотрим. Нет у меня времени тебя успокаивать. Как сам-нибудь успокаиваешься. У меня есть более важные дела. Нет у меня знания, как тебя лечить сам, как-нибудь выздоровеешь. Вот когда научусь, тогда буду заниматься твоим здоровьем. Я не уверена, что могу тебя вырастить и воспитать. Вот так вы не говорите своим детям, правда? Так вот, ваш беденец, это ваш ребенок. И он так же требует внимания, вложения денег, сиения. Я с вашей стороны. Любите своего бизнес, как своего дитя. Спасибо, Саида. Ваши аплодисменты, Саиде Раджаповой. Громче, друзья, громче. Спасибо, Саида.